Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик и с вами я Елена Бородина. Сегодня у нас тема кролики и мы пойдем сейчас в крольчатник. Погода у нас неисприятнейшая. У нас МЧС предупреждение прислала, что у нас будет ураганный ветер. Но дела никто не отменял и у меня их очень много. Нам надо Боньку с лучку. У Боньки поменять подстилку у детенышей. Потом надо пересадить у ее сестры Белки крольчат вместе с ней уже в те клетки, где они будут расти. И посмотреть, родила у нас или нет Анастасия, как у нее там с ее проблемной лапкой. Ну, Фрочка, конечно, наверное, проколостила, но все равно заглянем и посмотрим. Ну все, бежим, быстрее работай. Ну что, первым делом мы к клетке Боньки подошли. Куда ты лезешь ко мне? Ты в охоте, что ли? Сейчас мы закроем маточник, чтобы она от меня не убежала. Засунем ее в корзинку и поведем ее к королю. Ну что, моя хорошая, пойдем? Ходи, заходи. Заходи, моя хорошая. Ну, давай сиди в корзиночке и пойдем мы с тобой к кролику. Вот она у меня уже в корзиночке. Конечно, сам процесс с лучки я вам снимать не буду, потому что это запрещено Ютубом. А у меня стоит дилемма. Кому доставить радость? Федору? Или Леве? Ну что, давайте Леве, наверное. Ну, Лева, тебе сегодня повезло. Ты получаешь девочку. Давай, Лева, отойди, пусти, пусти Боньку. Бонька-то как ты размером. Иди, Бонь. У нас в короле любители погрызть ушки, поэтому я ее забираю на какое-то время, а потом ему еще принесу на контрольную минут через 10. Вот я ее забираю. А, как он смотрит, ее провожает. Еще дам. Обиженная Бонька сидит. Сводила я ее второй раз. Ой, как она от него бегала. И рычала, и бегала. Но Лева у нас после диеты. Молодец. Все равно догнал и сделал свое дело. Так вот, посадили на диету, подержали, погулял по снежку. И теперь орел, а не кроль. Ну что, пока у нас закрыт маточник от Боньки, мы посмотрим на ее детей. Вы посмотрите, какие они тут чудесные. Ну-ка, идемте-ка. Я посмотрю, у вас там мокрые или нет. Проверю. Ну, надо поменять подстилочку. Ему легче будет прыгать. Да мой хороший. Сейчас мы их всех пересадим. Обновим подстилочку. Так, как им сидеть еще три дня. А потом буду уже закрывать маточник. Так, сколько вас тут? Какая детвора? 22-дневная. Сейчас им подстилочку поменяю и отпущу опять. Мы купили, наконец-то, сено. И теперь у нас будет сено в маточнике лежать. Они же здесь тоже писают, поэтому надо все поменять, чтобы им было сухо. А то и так влажная погода, дождь льет. Убрала я подстилку из сены соломы. Вы посмотрите, какой тут ужас. Тут настолько все мокрое. Явно писали не только дети, но и сама Бонька постаралась. Поэтому необходимо просушить и как раз и обеззаразить. То есть у меня горелка. Такой сегодня сильный ветер. Считанные минуты здесь все высохнет и обработается. Вот смотрите, за считанные минуты все стало сухо. Я кладу свежее сено. Вчера Василий нашел все-таки где купить сено. Ой, такое хорошее сено. Тоненькое, хорошенькое, нежное. В нашей области тюк этого сена он купил за 250 рублей. Это вот такой квадратный. Я думаю, вы поняли какой. Ну и все. Чувство выполненного долга. Кладу сухой пух, который забрала. Ой, хотя тут прям сухого раз-два и обчелся. Чтобы он был помягче. И идем пересаживать крольчат. И вот мы. 8 чудесных беленьких крольчат. Смотрите, какие они чудесные. Отправляем на место. Еще на 3 дня. Вот какие они красивые. Красота необыкновенная. Они сейчас такие мимимишные. Крольчатые. Все. Теперь эта красота сидит на свежем сене. Только вы знаете, я сомневаюсь, что Бонька им надолго сено оставит. Сейчас начнет его тягать. Так, давайте откроем доступ Боньке. Посмотрим, она сюда подбежит или они туда. Она пришла проверять, все ли тут хорошо, все ли тут покойно. Она посмотрите, сразу титьку ищет. Вынул голову к мамке и титьку ищет. Куда пошел? Иди отсюда. Ну, все, видите, они уже из гнезда выпрыгивают, гуляют по клетке. А сейчас я им подняла немножечко. Им еще легче выпрыгивать. Вот они уже все пошли в клетку. Ну, ладно, через три дня их вытворяем. Вот с этой стороны я вам покажу. Понятно, как защищает. Сейчас она их будет толкать в клетку. Вот они уже как здесь гуляют, малыши. Ну, все, Бонечка, сегодня на тебя хватит. Вот вы посмотрите, где у нас сидит наша Анастасия. У нее срок сегодня родов. И она оттуда не вылазит. Вот уже два часа я здесь хожу, и она все сидит там. Здесь у нее беспорядок, солома везде. Сейчас ей кусочек хорошего сена сюда вытащу. Может, она на него выбежит. Хочу посмотреть, родила она или нет. Положила я ей сено. Сначала в нос сунула, чтобы она увидела. Но пока она сюда не идет. А гнездо все равно надо посмотреть. Ну, вот у нее и пустое гнездо здесь. Она сидит просто так. Тут никого нету. Ну, ладно, будем ждать. Ну, и на всякий случай заглянем к серышке. Чего ты тут сидишь? И ничего у тебя нет, и ничего не ожидается. Сегодня уже тридцать третий день. И пусто. Ну, а теперь мы идем к Белке заниматься ее детишками. У нас грандиозная пересадка. А эта клетка у нас Белке, сестры Боньке. И у нас с вами в планах было их пересадить. Но пересадкой сегодня мы заниматься не будем. Потому что начался сильный дождь. И в дождь носить детей с одной улицы на другую, конечно, я не буду. Поэтому мы сегодня прекращаем всю работу с кроликами. И оставляем пересадку на завтра. А вам хочу сказать до свидания. Вы были на канале Солнечный Дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Всем всего доброго, хорошего. Сегодня Страстная Пятница. И желаю вам удачи. Пока-пока. Солнечный Дворик.